Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одном из наших объектов, на котором мы делали адаптивную систему вентиляции. Хочу сделать вам небольшой обзор и показать, что это за система и как она разводится по дому. Вот в этой комнате у нас находится сама установка. Называется она адаптивная система вентиляции Healthbox 3 от компании Ransom. Вот такой паучок по всему потолку. В двух словах давайте я вам расскажу. Вот эта сама установка. Она работает только на забор воздуха. Подключается она к 220. На этой установке, вот видите, вот эти вот штучки такие вот. Это у нас датчики. Всего существует 4 вида датчиков. Датчик запахов, датчик запахов влажности, кухонный датчик и датчик углекислого газа. К этому датчику подключаются вот такие вот гофрированные трубы. Это у нас шумоглушители такие, которые приматываются к датчику мультибандом. Ну, с лентой специальной, которую обычно мы используем для приклейки пароизоляции. Вот. А второй идет уже непосредственно к переходнику. Переходник уже идет к трубе. Труба у нас тоже от компании Ransom. Вот так это все выглядит. Вот эта вот большая труба, она у нас идет на выход. В перекрытии, у нас здесь железобетонное перекрытие, мы просмотрели отверстие 180 мм по диаметру и выпустили туда трубу. Трубу утепляем здесь вот конкретно для того, чтобы у нас была хорошая звукоизоляция. В данном случае, так как здесь тепло, мы пенофолом утепляем трубу для хорошей такой звукоизоляции. Ее приматываем вот такой вот перфорированной лентой. А сами вот эти вот трубы, которые у нас идут от Ransom, да, они прикручиваются к потолку, к монолитному вот этому перекрытию, такими металлическими скобами. В этом помещении у нас вот одна труба, вот, подсоединен датчик, здесь у нас санузел, поэтому здесь у нас датчик идет на запахи и на влажность. Если мы пройдем дальше по помещению, вот так вот у нас распределяются трубы. В каждой комнате у нас есть вот такой вот выход, за счет переходника оформляется, и в каждой трубе идет свой датчик. Конкретно здесь у нас спальня, вот в спальне у нас датчик СО2. Во всех комнатах, таких как спальня, гостиная, кабинеты, детские, у нас установлены вот такие вот клапана. Вот клапан, ну, вернее, это пока труба от клапанов, но потом сюда будут подключаться запчасти, клапан Велка, шведский, вот, так как здесь вот у нас большая комната по объему, мы здесь подключаем два клапана. Просверливается отверстие 120 мм, труба вставляется соткой и запенивается по сантиметру монтажной пены. Идем дальше. В этой комнате у нас... Здесь у нас гардеробная, вот, поэтому здесь датчик запахов просто. И магистрали вот этих вот труб проходят у нас дальше в другие помещения. Вот здесь вот у нас распределяются, трубы заходят вот сюда. Здесь у нас спальня. Здесь вот у нас один клапан и одна труба забора воздуха. Все трубы выведены у нас по проекту. Приезжали дизайнеры, точки показывали нам, куда нужно ставить трубы и куда нам нужно ставить клапаны. То есть у нас в идеале ставить так, чтобы воздух у нас шел вот так вот. Чтобы у нас по диагонали, ну, вот, грубо говоря, приток воздуха здесь, а забор воздуха в идеале делать по диагонали. Вот как вот в этой комнате у нас это осуществить получилось. Идем дальше. Здесь вот у нас спальня. Здесь вот у нас тоже спальня. Здесь у нас забор воздуха выполнен. Вот здесь вот приток, соответственно, по диагонали там. Ну, а в этой комнате не получилось, потому что дизайнеры сказали, что здесь будет шкаф. Поэтому клапан поставили вот в этом месте. Забор воздуха, соответственно, вот здесь. Все это согласовано с дизайнером. Также, если посмотрим на эти трубы, помимо того, что у них есть вот такие вот крепежи, о которых я уже говорил, есть какие-то дополнительные комплектующие. Например, вот здесь вот используются углы 90 градусов через специальные соединители. То есть, по факту эти трубы, они очень легко соединяются. Вот, как конструктор Лего, можно сказать. Значит, друзья, в двух словах про адаптивную систему вентиляции. Адаптивная система вентиляции, у нее приток воздуха идет через стеновые клапана. Напомню, что любая система вентиляции, она должна иметь приток, переток и выброс грязного воздуха. Так вот, у этой системы приток воздуха идет через стеновые клапана. В данном случае это клапана-велка. Очень хорошие клапаны. Такие клапаны я ставил себе. И такую же адаптивную систему я буду ставить себе. Скоро на канале выйдет ролик более подробный, прям со всем монтажом. Как что там подсоединяется, подключается. Этот ролик у нас обзорный. И сама адаптивная система вентиляции. От нее распределяется в разные помещения трубы. К каждой трубе подключается датчик, в зависимости от того, какое помещение идет у нас датчик. Например, если это спальня, датчик СО2. Если это, например, ванна, там у нас запахи и влажность, значит подключается датчик запахов и влажности. И, соответственно, в зависимости от того, как мы используем помещение, например, если мы используем в обычном режиме, к тому в доме есть, например, в спальне мы спим, надышали углекислого газа, датчик это понимает, и система начинает работать, грубо говоря, на максимум. Если у нас помещения нет, то, соответственно, система это понимает и работает там. Если мы выставили значение 10-15%, значит она работает по значению 10-15%. Соответственно, какое преимущество этой системе? Более качественный воздухообмен. И второе преимущество то, что она может экономить нам деньги за отопление, потому что через приточный клапан у нас максимум может попасть зимой примерно 30 кубов. Но это в режиме, когда мы там спим, например, в помещении. Если у нас помещения нету и насос у нас от Hellsbox работает на мощность 15%, то, значит, соответственно, через клапан будет заходить значительно меньше воздуха. Чем меньше воздуха холодного через клапан заходит, тем меньше нам нужно этот воздух отапливать. Поэтому в инструкции и в техническом документе от этой установки написано, что она может экономить нам денег за отопление 50%. То есть у нас два преимущества. Первое преимущество – это экономия денег до 50% за отопление. И второе – это более комфортный воздухообмен. В двух словах рассказаю, будет подробный видеоролик на моем канале, так что обязательно смотрите. Это вот небольшой обзор адаптивной системы вентиляции. Все, всем пока!